МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. Демпинг, как двигатель торговли. Что происходит с ценами на рынках? К погружению готовы. Как модернизируют бассейны для детей-инвалидов? Хиромантия в законе. Зачем паспортистам наши пальчики? В этом году в честь 70-летия Великой Победы в Чувашии вручат более 24 тысяч юбилейных медалей. Буквально на днях глава республики утвердил наградные списки. Согласно указу президента России, право на юбилейную медаль 70 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов имеют инвалиды, участники боевых действий, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма. В Чувашии сейчас проживают более 24 тысяч таких граждан. Награждать их начнут уже с февраля. Людям, которые не смогут прийти на торжественные мероприятия, юбилейные медали вручат на дому. Правительство республики обеспокоено ростом цен на социально значимые продукты питания. Сегодня представители Министерства экономического развития и прокуратуры провели совместный рейд по чебоксарским магазинам и рынкам. Завышают ли продавцы цены искусственно и как с этим бороться, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Чтобы как можно быстрее продать овощи со своего огорода, Роза Артемьева каждое утро присматривается к ценникам других торговых точек и устанавливает свою минимальную стоимость на продукты. К примеру, сейчас капусту она реализует по 25 рублей за килограмм. Такая цена покупателей привлекает. И овощи расходятся быстро. Другие продавцы на рынке такими ценами похвастать не могут. Стоимость той же капусты колеблется от 30 до 35 рублей. Проверяющим объясняют, что максимальные наценки на овощи устанавливают посредники из других регионов. Поставщики объясняют то, что они в свою очередь покупают данную продукцию в других регионах. И им приходит такая продукция уже с установленными ценами. Во время рейда изучали и цены на мясо, сахар и молоко. Его стоимость сейчас колеблется. Если литр на разлив в городе возможно приобрести за 30 рублей, то молоко в пачке продают уже за 35, а то и больше. Хотя, замечают Министерство экономического развития и торговли, многие магазины сейчас стараются устанавливать скидки на товары первой необходимости. Они более низкий уровень наценки ставят на эти товары, поэтому цена вот на какое-то время снижается. Привлекают себе потребителей. В данном магазине относительно цены стабильные. Вот я смотрю, они все-таки по акции стараются, наши чувашских товаропроизводители, по более доступным ценам продавать товары. Представители прокуратуры ищут нарушения. Если выяснится, что в магазине продукты подорожали необоснованно, то на предпринимателей могут завести административные дела. В случае сильно завышенных цен, нами будет подготовлен материал, и при наличии достаточных оснований, материалы будут отправлены в Уфас. Будем проверять накладные и смотреть, как формируется цена на тот или конкретно продукт. Подобные проверки представителями НЭКа и прокуратуры намерены проводить и впредь. Медриковалев и Расиль Мухаммедов. Республика. Об инклюзивном образовании, когда дети-инвалиды учатся или ходят в детский сад вместе со здоровыми детьми, в последнее время говорится много. Как это работает, узнала наша съемочная группа, побывав в Чебоксарском садике «Созвездие». Маленькому Сереже нет и трех лет. С самого его рождения мама делает все возможное, чтобы солнечный малыш не чувствовал себя в чем-то ущемленным. Ольга отдала сына в обычную группу детского сада и не пожалела. Занятия получаются логопедом, дефектологом, физкультурные занятия, занятия в бассейне. Получается также работа в группе, конечно же, с детьми, самое главное для наших детей, общение формальное, неформальное. Сегодня детский сад «Созвездие» посещает три малыша с синдромом Дауна. Кроме того, в саду действует группа ликотеки для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это новая форма работы с детьми с ограниченными возможностями. Туда ходят дети с разными видами отклонений в здоровье. Их у нас около пяти диагнозов. И дети разного возраста. Они приходят кратковременно, то есть на три часа. Ребята с ограниченными возможностями здоровья ни в коем случае не должны быть ограничены в общении. До недавнего времени неходячие дети посещали бассейн только с родителями. Самостоятельно спуститься в бассейн или подняться не предоставлялось возможным. Проблему решили оперативно. В рамках реализации программы «Доступная среда» в детском саду появился первый в республике водный подъемник. Подъемники будут устанавливаться в детских садах, где есть бассейны, и где функционируют группы, такие как лекотека, инклюзивные группы. Мы не будем останавливаться над тем, что мы имеем. Условия, которые создаются для детей с ограниченными возможностями здоровья, позволяют им не только полноценно общаться со своими сверстниками, но и активно развиваться. Подъемник появился несколько дней назад, а дети и воспитатели уже успели оценить его преимущества. Подобного рода приспособление не только упрощает передвижение маломобильных детей, но и обеспечивает их безопасность в бассейне. Уже к концу этого года подъемники появятся в большинстве детских садов столицы Чувашии. Дарина Игнатьева, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика. Отпечатки пальцев чаще всего ассоциируются с криминалистикой, но с этого года дактилоскопия стала обязательной при оформлении загранпаспорта нового образца. И это еще не все нововведения. Если с тех пор, как вы получили загранпаспорт, ваша внешность сильно изменилась, не беспокойтесь, что это вызовет сложности на границе. Теперь вас узнают по отпечаткам пальцев. Сканированию подлежат все граждане, достигшие 12-летнего возраста. Процедуру нужно пройти при подаче заявления и повторно, при получении. Все современно и чисто. Марать руки не нужно. Стоит только нажать на специальный сканер. Это как раз самое-самое настоящее требование времени. Все мировое сообщество переходит на работу именно с документами, содержащими биометрические параметры. И паспорт нового поколения, он в сравнении с паспортом старого образца, имеет ряд преимуществ. Именно этот срок действия увеличенный. Этот паспорт очень сильно защищен от подделки. И, естественно, степень доверия официальных лиц, контрольных, пограничных, служб иностранных государств к лицу, имеющему паспорт с биометрическим параметром, гораздо выше. Желающих выехать из России ждет не только это. Увеличилась госпошлина. За паспорт старого образца нужно заплатить 2000 рублей. На ребенка до 14 лет – 1000. Паспорт нового поколения будет стоить гражданам 3,5 тысячи. Для ребенка – полторы. Для кого-то эта разница стала существенной, кто-то отнесся спокойно. Я об этом не задумывалась. Я даже не знала, на самом деле, сколько это стоит. 2,5, 3,5. Но мне без разницы. Заграничный паспорт нового поколения сегодня наиболее популярен. Для него и срок оформления меньше – от 22 до 27 дней, вместо 30 за старый. Процедура станет еще проще, если подать заявление через портал Госуслуг. Электронные документы рассматриваются в приоритетном порядке. Анастасия Алексеева, Расиль Мухаммедов, Республика. Размер государственной пошлины увеличился не только за оформление паспортов. Изменения коснулись и пошлины за выдачу документов для установления и выплаты трудовой пенсии, расторжения брака, госрегистрацию прав на недвижимое имущество. Также введены новые пошлины. За лицензирование нотариальной деятельности нужно будет заплатить 100 тысяч рублей. А за лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами – 30 тысяч. Увеличение объясняют инфляцией, накопленной за последние пять лет. В новогодние каникулы жители деревни Яноша и Чебоксарского района получили подарки сомнительного содержания. Подробности этой странной и запутанной истории в нашем репортаже. Сами того не осознавая, жители Яноша и родной деревни главы Чуваши могут стать участниками непонятной авантюры и даже героями провокационного фильма. Все началось с того, что у одного из магазинов населенного пункта 8 января, в день рождения Михаила Игнатьева, неизвестные молодые люди стали раздавать якобы в честь этого события подарки. А именно бутылки водки с портретом известного земляка. От подобных презентов, к которым именинник отношения никакого не имел, некоторые отказывались. А некоторые охотно брали, не чую, какого-либо подвоха. Стук в дверь сюда. Выхожу. Двое ребят немножко уже отошли. Ребят, что-то хотели? Вы знаете, сегодня праздник в деревне, потому что у Игнатьева день рождения. И вот мы раздаем подарки. Показывают бутылку, там портрет Игнатьева. Я им прямо так и сказал. Меня содержимое не интересует, потому что здесь в деревне все знают, что я не любитель этого. Меня интересует обложка. И вот я поэтому взял. И потом они, когда уже вышли, тогда дошла. Почему водка-то? Кроме того, все происходящее. Молодые люди снимали на видео и просили от Даринах сказать на камеру поздравительную речь. Так называемую акцию щедрости прекратил глава Янушского сельского поселения. Выяснилось, что распространением водки занимали сразу несколько групп от настойчивых расспросов главы поселения. Молодые люди попытались уехать на автомобилях. Дальше события развивались как в боевике. Номера машин руководитель поселения передал правоохранительным органам. По рассказам очевидцев, одна из машин даже съехала в кювет, пытаясь уйти от преследования. Сделать этого не удалось. Были задержаны семь человек на двух автомашинах. Трое из них – жители города Нефтьюганска и четверо – жители Чувашской республики. Молодые люди были доставлены сюда в отдел. Жители города Нефтьюганска пояснили, что они приехали сюда в поисках работы. Конкретно, как оказалось в данном населенном пункте, не пояснили. Водку изъяли на экспертизу. Сейчас правоохранительные органы по данному инциденту ведут проверку. Впрочем, цель дарителей с видеокамерами понятна и так. Вероятно, отснятым материалом молодые люди планируют пополнить ряд провокационных видеороликов, которые гуляют по интернету. Только в этот раз главными героями, по задумке авторов, судя по всему, должны были стать ничего не подозревающие о своей роли люди. Вчера в интернете появилась информация о заминированном поезде на станции Канаж. Поезд прибыл в Россию из Украины. Сегодня ситуацию официально комментируют в РЖД. В письме сообщается, что 12 января в 13.30 на станции Канаж при осмотре состава в цистерне из-под парапана был обнаружен подозрительный предмет прямоугольной формы в черном полиэтиленовом пакете. Место происшествия было оцеплено сотрудниками транспортной полиции. Подозрительный предмет был изъят сотрудниками ФСБ и отправлен на экспертно-криминалистическое исследование. Установлено, что цистерна прибыла на станцию Канаж в понедельник в 8 утра. Состав был сразу же осмотрен. Никаких подозрительных предметов на тот момент обнаружено не было. В настоящее время ведется расследование. И еще одно ЧП в Канаше. Там детская шалость с огнем едва не привела к трагедии. Вчера в 13 часов 54 минуты на пульт 01 поступило сообщение о возгорании в одной из квартир дома номер 19 в восточном районе города Канаж. По предварительной верфи к пожару привела детская шалость с огнем. Жилища могли подпалить сыновья хозяйки 2 и 4 лет. Оставшись без присмотра, пока мать готовила на кухне. Пламя уничтожила кровать спальной. Из-за сильного вздымления пожарные двумя звеньями газодымозащитной службы эвакуировали из подъезда 15 человек, в том числе 4 детей. Неосторожное обращение с огнем привело еще ко двум пожарам. В полдень 13 января в поселке Новая жизнь и Бресинского района из-за неисправности печного дымохода вспыхнула кровля дома 55-летнего местного жителя. Кроме того, в Новочебоксарске по улице Вавилова около полуночи сгорел частный дом. И в том и в другом случае спасателям удалось быстро потушить огонь и отстоять соседние постройки. Всего с начала 2015 года в Чувашии произошло 40 пожаров. Материальный ущерб от них составил более 2 миллионов рублей. Три человека погибли, три человека получили травмы, 14 спасены. В одной из чебоксарских квартир наркополицейские обнаружили лабораторию по культивации конопли. 12 января сотрудниками наркоконтроля задержан ранее судимый 33-летний житель города Чебоксары, у которого изъяли коноплю. 150 граммов марихуаны, а также специальное оборудование для ее изготовления. Всего же в новогодние каникулы было пресечено 22 преступления, связанных с оборотом наркотических средств. Изъято более 100 граммов психотропных веществ. По всем преступлениям уголовные дела возбудили уже в первые дни наступившего года. Наркополицейские в очередной раз обращаются к жителям республики с просьбой сообщать о наркопритонах, лицах, распространяющих наркотические вещества и о фактах сбыта наркотиков. Информацию принимают в Управлении наркоконтроля Чуваши по телефону доверия 2301-00. Позвонить можно анонимно и в любое время. 1 января исполнилось 75 лет Виталию Петровичу Станьялу, известному поэту, краеведу, общественному деятелю, заслуженному работнику Высшей школы Чувашской республики. Перу Виталия Станьяла принадлежит множество статей и рецензий, посвященных творчеству чувашских писателей. Он автор 80 научных трудов, в том числе 6 монографий, учебников, учебных пособий и программ по чувашской литературе для вузов и школ. Широкую известность ему принесли издания «В твоих объятиях», «Край родной», «Первые шаги», «Классик чувашской поэзии», «Осколки судьбы». В честь юбилея Виталия Станьяла 15 января в Национальной библиотеке состоится литературный вечер юбиляра. Начало в 10.00. Кто-то, как в известном фильме 31 декабря, ходит в баню, а у артистов театра свои традиции. Каждый старый Новый год они собираются на капустник. В течение года театры дают сотни спектаклей для тысяч зрителей, а в сезон новогодних утренников нагрузка возрастает вдвое. Вот и получается, что сапожники остаются без сапог. Самим повеселиться и пообщаться некогда. Поэтому после бурных рабочих дней театралы устраивают рождественский вечер театральных капустников. Но даже здесь им сложно чувствовать себя зрителем. Тянет на сцену. «Творческие люди, они и во время отдыха уже работают. Потому что, я же сказал, мы целый год развлекаем, развлекаем, развлекаем. А это тоже и работа, и отдых. Это все вместе. Так же интересно. А что, сидеть за столом и потом танцы? Мне кажется, это скучно. Это скучно. Поэтому есть капустные номера, там юмор, смех». Что будет происходить во время мероприятия, никто заранее не знает. Каждый год над сценарием работает творческая группа одного из театров. И ход вечера известен только ей. «Капустник» – это всегда импровизация. Каждый театр готовит свои капустные номера. Кто не артист, он, например, импровизирует в своем костюме. Или, например, в своем настроении. Поэтому каждый человек, который пришел сегодня на капустник, он на этой творческой импровизационной волне может найти в себе что-то другое, познакомиться с собой с другой стороны. И сами капустные номера рождаются спонтанно. Чаще всего в работе, которая не видна зрителю, признаются участники вечера. Закулисный юмор не оставляет равнодушным тех, кто сталкивается с этим каждый день. Но если ветерки нет на одежде, фотостену уже закрыть! Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы Республика. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире Национального ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин